здравствуйте дорогие друзья с вами снова я хозяйка медвежьего угла елена горчакова и сейчас я постараюсь рассказать вам о вкусе василькового меда ну знаете такая задача передать словами непередаваемой да то есть как можно как можно объяснить человеку какой какой вкус да вот какой вкус у меда посмотрите как он выглядит его на блюдечко специально форм сердечко выложила он такой прозрачным слоем таким лежит вот вот такой вот у него цвет у василькового меда да цвет я вам показать могу текстуру видите что он не стекает с блюдечка так вот на нем остается это я тоже вам показать могу я могу вам показать его а когда он лежит горкой насколько он плотный как он как он сел я могу поставить его на весы перед камерой и вы увидите что он это вызревший мед что его плотность очень несколько килограммом в объеме 1 литр например ну что я еще могу вам передать таким образом вот именно с экрана о вкусе я могу только рассказать вот когда пробуешь вот это чудо природы басильковый мед с пасеки моего друга нужно прежде всего сказать о том что у него есть кристаллизация то есть сейчас вот в январе в этот мед который был взят из этих самых из колод в сентябре он уже имеет своей структуре маленькие маленькие кристаллики но кристаллики эти не больше чем кристаллы в сахарной пудре я бы сказал то есть они совершенно не микроскопически как только они попадают в рот сразу же начинают таять мгновенно просто тают на языке но все-таки вот это вот кристаллическая острота в начале вкуса я бы сказала присутствует второе качество этого меда то что он не обладает такой обжигающей сладостью него сладость мягкая какая-то но самая главная его особенность это послевкусие послевкусие у него просто просто божественно это такое ощущение что съел горстку орехов то есть него именно ореховая очень четкая ясная после послевкусие это чувствуется что это были орехи вот так вот плане но это вообще описанное в литературе свойства на василькового меда иметь ореховое послевкусие или ореховый привкус вот но вот здесь вот можно это почувствовать вот что я могу сказать о барамате что я могу сказать знаете это 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 лето просто это не просто мед это это васильковый лук наверное вот так вот вот сейчас уже с блюдечку уже не так сильно но вот когда открываешь когда открывая банку это это вообще то просто знаете просто просто вот в полет фантазия отправляется сразу когда когда этот мед видишь вспоминается славянский бог ерила это вот с ним мне кажется на мой взгляд васильковый мед с ним связан не знаю я не знаю почему у меня такая ассоциация почему-то вот вот именно вот этот этот аромат этот вкус вот так вот у меня сложились вот ну на этом пока о васильковом меде все кроме того заканчивая короткий рассказ я скажу хочу сказать что мед чрезвычайно полезен его основные направления такие во-первых это сердечно-сосудистая система причем влияя положительно на сердечно-сосудистую систему васильковый мёд избавляет от отёков. И избавляет он от отёков не просто, так сказать, как мочегонное средство, он избавляет от причин отёков. То есть это отличное действие накопительное такое у него есть. Второе его великолепное свойство – это то, что он положительно влияет на зрение человека. Это микроэлементы, витамины, входящие в его состав. Они помогают сохранять зрение тем, кому есть что сохранять. И улучшать зрение тому, кому надо его улучшать. И его следующее свойство, из множества-множества, на которые я хочу обратить особенное внимание, это то, что он очень здорово работает, как аппликация на кожу для лечения всех проблем со здоровьем, которые можно лечить компрессом или аппликацией мёда на кожу. Таких вариаций очень много. Я буду говорить о них отдельно в наших разговорах про мёд, в наших занятиях в школе травоведения, в курсе аппетерапии. Но самое главное, хочу сказать, что васильковый мёд – это один из самых лучших сортов для таких компрессов и аппликаций. Ну и также основа для прекрасных косметических масок. Всё. На этом я заканчиваю рассказ про вкус василькового мёда, не про все его свойства. Я прощаюсь с вами. Приглашаю вас подписываться на канал на ютубе, на мой. Ну и, конечно, заходите в мой таёжный магазинчик. Всего доброго, дорогие друзья. Обалденно вкусно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»